юзер vv3 здравствуйте я не могу сосредоточиться когда пытаюсь представить относительно чего двигается центр масс вселенной вдоль своего вектора что это за абсолют такой давайте на доходчивых примерах вот развлекательных центрах есть такой аттракцион машинки да почти практически визитом можно поездить на машинках на это нет участок площади до территории на которой меня там допустим 10 машинок машинки двигаются в разные стороны хаотично до двигаться в одну сторону средний вектор перемещения этих машинок вот когда они в одну сторону бегут он куда-то направлен в ту сторону до а когда не двигаются хаотично мы когда складываем он века становится маленьким. И направлен в какую-то сторону, коротенький вектор, средний вектор перемещения. Что произойдет, если мы рядом поставим вторую такую площадку? У нас получится большее количество субъектов, большее количество площадей и у нас понизятся возможности для экстремумов. То есть, самый большой вектор куда-то в сторону, что вот все уже 20 машинок поехали одновременно в одну сторону, это вероятность уменьшается. И начинают все более хаотично двигаться по своим траекториям. И этот вектор, он уменьшается. Ну, применительно здесь до двух раз уменьшится. Если мы увеличим в четыре раза, еще две площадки добавим, у нас вектор еще уменьшится. То есть, у нас понизятся экстремумы, то есть, у нас уже вероятность того, что все на всех четырех площадках, допустим, машины все поехали в одну сторону, она стремится уже, становится меньше и меньше. Самое большое перемещение еще меньше становится. Вероятность такого перемещения возможности теоретически повышается. от самого большого значения. Но вероятность, то, что это событие действительно произойдет, оно уменьшается. Когда мы выходим на макроуровень, увеличиваем количество этих площадок, то у нас средний вектор стремится к нулю. Он уменьшается, уменьшается с каждой включенной площадкой. Что мы имеем применительно к Вселенной? У нас множество площадок, где вот так вот не машинки, а галактики вот так вот суетятся. Но не все глобально стоят относительно вот этого общего поля. Вектор равен нулю, средний вектор, для этого всего. И если опираться, брать систему отчета, связанную вот именно с ковром галактик, то относительно его будут какие-то движения частные галактик, да? Но в целом это все будет базово стоять. Оно будет перемещаться в рамках ковра галактик. Я надеюсь, что это понятно. Представить относительно чего двигается центр массы Вселенной вдоль своего вектора. Вот относительно вот этой системы отчета. Движение равно нулю в этой системе отчета. Просьба сообщества подумать, как называть одним словом или там двумя короткими какими-то словами ту концепцию, которую я изложил в монографии вот про гравитацию, приталкивание и так далее. Как это назвать? Потому что очень выгодно, когда одним словом какой-то предмет называют, какой-то объект, да? Есть эфиродинамика, ритмодинамика. Одно слово и понятно о чем. У нас этого одного слова не просматривалось. Что это может быть? Поле может динамика? Адекватная гравитация? Как не эфирная гравитация? Просто придумать вот это словосочетание, которое просто емко бы характеризовало. Пожалуйста, если можете, озвучьте любые версии. Я на вас очень надеюсь. Может, Виктору надо было проще объяснить? Например, бесконечность пространства в выбранном направлении это реальная величина, которую нельзя выразить конкретным числом. Андрей, спасибо большое. Уже как только не объясняем. Бесконечность нельзя выразить обычным числом, ну, по сути, просто. Но с ней можно работать как с числом. И он мне пытался доказать, что бесконечность это не число, нельзя обращаться с ней как с числом. И вообще нет такого понятия, как бесконечность. Это все вымышленный бред и вообще теоретическое допущение. Ну, это все последствия образования и последствия теории множества. Когда им сказали, это нельзя, это нельзя, так невозможно. Почему невозможно? Потому что мы так сказали. Столкнусь с такой историей. Люди не понимают, что такое теоретическое допущение. И не отличают его от... Реального измерения? Нет, от теоретического изложения. И то есть, когда ты говоришь, что в теории мы можем посчитать, это не значит, что мы допускаем какую-то там историю. Как пример придумал, вот Эйнштейн сказал, ну, допустим, у нас пространство гнется. Это допущение. Вот это допущение. И он потом на этой идее настроил всего подряд. Когда мы говорим, что реальный отрезок можно разделить на реальное, ну, там, нереально многое количество, это не допущение, это просто изложение. Констатация факта. Ну, вот это слова действительно, как бы все слышат, но не все понимают смысл слов. Это как бы про что-то про то. Вот эти звуки, как бы про что-то про то, про что конкретно человек не понимает. Ну, бывает, да. И, кстати, многие ребята, которые к нам приходят, этим грешат. Альберт Эйнштейн. Частицы вещества, это те же пузырьки, только не океана, а пространство. Частицы вещества, это пузырьки пространства. Ну, ментальная форма бешенства, так, по большому счету. Пузырьки пространства. Вообще, никакая часть, даже запузыренная часть пространства, не является материя. Это абсолютно две разные вещи, два разных понятия, два разных объекта. Ковид-19. Катюшик не способен, в принципе, вести какой-либо диалог, кроме критики, опирающейся на определение базовых понятий. Естественно, любой диалог, он сводит к критике первого слова, сказанного другой стороной. Ну, ребята, ну, тут все просто. Вы смогите дальше базовых понятий логично пройти. Когда человек вот зашел, переступил через порог, и сразу же обосрался, то, собственно, его макаешь носом прямо здесь. Если вы не можете даже грамотные определения взять, вы просто путаетесь уже на уровне определения, и поэтому вас макают в первую вашу глупость. Вы даже два шага не в состоянии пройти, в теоретическом плане. Поэтому вас макают на первой глупости. Если ваша первая глупость будет дальше где-нибудь в глубине, мы дойдем до глубины, но вы не можете. Потому что все, кто могут корректно мыслить, они уже понимают, что докопаться невозможно, все корректно. И они не тупят на первых этапах. А вы, вам мерещатся вот эти какие-то несоответствия. И вот, собственно, что вы написали? Это унылое опоскуливание, что вас долбят на первом же слове. Ну, да, это опоскуливание. То, что вы не можете выразить какую-то критику, вас мочат уже на входе. Ба-бам! И все. Говорите разумные речи, будем с вами беседовать долго. Наше общество. Это известный русский физик Виктор Григорьевич Катючек. И он говорит только правду. Что найдет в его суждениях хоть малость отступлений от логики, заплачу 200 тысяч рублей. Вот представьте, да? Человек понял, о чем мы говорим, да? И готов финансово это гарантировать. Потому что, ну, если он реально понимает то, что ему говорят, то, что изложили, ну, понимаешь, что это достоверный контент. Мы давали, да, 5 тысяч долларов в свое время. Оно висело долго. Потом мы объявили, а, даже и евро 5 тысяч евро. Могу быть не точным. По-моему, и то, и то давали. Ну, это было уже много лет назад. Оно висело. Потом мы объявили год дополнительно. И сказали, вот, в течение года еще обращайтесь 5 тысяч евро за разумительную фразу. Утверждение такое-то, в части такое-то. Неверно по такой-то причине. Народ бодался-бодался, никто не набодался. Обсуждая, что я в черном в кадре, и комментарий такой, а в чем должен быть палач? Он научный трибунал. Ну, суровенько так. Так, вот наблюдение. Если бы Ньютон ходил не на ногах, а на руках, то и яблоко ему упало бы на жопу. Чувство юмора. Красноярские сыроеды заморили своего ребенка. Ну, это печальная оппозиция. Печальная оппозиция. Даже вот не хочу идти смотреть до смерти или до какого-то состояния заморили. Мы не должны ставить эксперименты над своими детьми. Это вот какой-то естественный отбор, что ли, по мышлению. Вы выросли, вы употребляли различные продукты. Вас никто сыроедением не морил. Все это от лукавого. Не слушайте на пропиаренную вот сыроедение и прочее едение. Ни за что на это не ведитесь, не доверяйте этим источникам информации. User GS. Виктор, вы все правильно говорите. Я долго объяснял человеку, что снежок изнутри слепить нельзя. Люди не видят очевидного. Можете ли подсказать, как нагляднее объяснить этот принцип? Я про приталкивание. Если да, то буду рад услышать более яркий образ. Ну, снежок изнутри как слепить? Вы толкаете от себя снег, да? Он не слепляется. Это реально. Если этого человек не понимает, у него просто вообще нет никакого пространственного воображения. Так. Про приталкивание. Ну, у нас вот техническая часть монографии, да, все в картинках. Андрей, Андрей, инженеры и механики объединяйтесь. Реально, сколько можно это терпеть? Зачитано. Эльдар Абдеев. Является ли ваше утверждение в части размер частиц, стремящихся нулю, имеет предел неверным, принимая то, что тело самой малой при малой частице вещественно? Опа. Ну, вот Эльдар Абдеев сделал тело вещественным у самой малой частицы. Как это связано? Вот сидел Эльдар Абдеев, решил, что тело самой малой частицы вещественно, что у частицы есть тело, то оно вещественно, и это как-то противоречит тому, что размер частиц, стремящихся к нулю, имеет предел неверным. Я не понял вашу мысль, как из одного следует другой, Эльдар Абдеев. Попробуйте расписать. Если есть в этом какой-то смысл, я не вижу смысла. Причина-следствие никакого не вижу. Или предел этого размера равен нулю. Тогда верно ли говорить о предельном, то есть конечном, минимальном размере частицы? Частицы однозначно имеют конечный размер, потому что любой объект во Вселенной вещественный, осязаемый и так далее имеет конечный размер. Вот мы взяли объект, он имеет конечный размер. Мы можем начать его уменьшать, но мы можем уменьшать его до какого-то размера. Как мы только осознали, что все, мы уменьшили, объект все равно будет иметь размер. Можем начать увеличивать, и объект будет иметь размер конкретный. Нет такого плавающего размера. Для вещества всегда есть конкретный размер. Или тело предельно малой частицы, невещественное. А, то есть сначала вы придумали тело, потом вещественное. Теперь спрашиваете, может оно невещественное? То есть не имеет скорлупки. Такую частицу можно считать телом без габаритов, но с полем. Вот если вы считаете тело без габаритов, но с полем, да, тогда у вас поле распространяется бесконечно. Да, нигде не ограничивается, взаимодействует со всем миром, со всей Вселенной, со всеми атомами Вселенной, да, со всеми планетарными системами Вселенной. Собственно, о чём мы и говорим, что любая материя на первичном гравитационном воздействии контактирует со всем Вселенной уже. Это не распространяется воздействие, оно уже есть. Или это такой тесно внимательность преданных зрителей. Вот я то, что смог подшипнуть из вас сообщение, что было, логично, связано, в моём понимании, я озвучил. А вот эти вот переходы, ну, у меня кончилось всё вот на зачитываемой строчке. Стремящаяся к нулю имеет предел неверным, принимая размер частицы. Предел – это значит, о каком пределе? Стремиться к нулю, может, об этом пределе? Или стремиться к константе? Блин, корректно бы писали, я бы что-то понимал. Сергей, с которым разговор был, он мне потом написал, что забыл во время разговора задать вопрос. Но его интересует. Если мы в пустом пространстве условно два объекта поставим, ну, то есть только что вот создадимых, будут ли они мгновенно связаны, или через какое-то время долетит, ну, типа, воздействие друг до друга? Гравитация подразумевает, поле подразумевает, что объекты уже связаны. Я ему это прояснил, ну, типа, сказал, но это по нашему, ну, типа, в нашем реальном мире, который уже существует фиг знает сколько, оно уже всё связано. Он говорит, а вот если мы его создали только что, вот мгновенно появилось, короче, он пытается выйти на скорость к ревитации. Оно уже связано, и это получается, ну, в принципе, это вот, по материальному плане, это получается один объект, ну, вот два мы создали, мы создали их с полем, вопрос, вариант ответа, да нет, поле какой, один на р-квадрат, да нет, оно уже до бесконечности. График единицы на р-квадрат, он до бесконечности. Он говорит фантастическую картину о создании, ну, о принятии как факта. Перечисляемый объект состоит из вещественной материи и поля, да, ну, какие частицы образно он говорит, да, поле уже до бесконечности во все стороны, то есть тут даже теоретически другого сценария-то нет. Давайте так, модель не в смысле здесь сейчас что-то строим, а предположим следующее, предположим, вот сейчас нет тел вообще, полей нет, поскольку и тел нет, располагаем в евклидовом пространстве два на невероятно большом расстоянии тела, и вот они будут взаимодействовать, например, проекционным полем, вот проекционное поле одного тела дойдет до второго сразу или не сразу. Оно уже есть, оно уже отталкивание, два тела уже разлетаются со скоростью выше скорости света, с моментальным дальнодействием, они уже просто устремились во все стороны. Одновременно с этим эти тела развалились на составляющие, эти составляющие рвут, эти тела в стороны разлетаются тоже со скоростью выше скорости света, кратно, многократно, потому что ни инерции, ничего нет, ее нечем обеспечивать, да, они просто вот моментальным дальнодействием улетелись, и каждая из составляющих тоже, то есть это все распраховалось во все стороны, это получает гипер рассеянное поле в результате получится, никаких связанных частиц уже не будет, оно все развалится в гипер рассеянное поле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова